Всем привет, ребят! Сегодня у меня в гостях на канале Аня. Всем здравствуйте! Спасибо, что пригласила, очень приятно тут находиться. Спасибо, что предложила. Меня очень многие спрашивали о работе в Израиле, она как раз является профессионалом в этом деле, она скоро вам расскажет, кем она работает. Сейчас очень много репатриантов, как вы знаете, прилетает в Израиль, и многие из них прилетают, многие из вас прилетают незапланированно, не успев навести какие-то справки, в частности, по поводу работы. И у многих возникают вопросы, где они смогут работать в Израиле. По поводу неквалифицированной работы в целом, как бы, все понятно, работы неквалифицированной в Израиле много, найти информацию о такой работе несложно, но вот о квалифицированной работе информации достаточно мало, и поэтому сегодня я хочу Ане поспрашивать именно об этом. Аня, расскажи, пожалуйста, о себе, кем ты работаешь. Так, всем еще раз здравствуйте, меня зовут Анна Левин, я HR-партнер в крупной международной IT-компании и карьерный консультант по поиску работы и построению карьеры в Израиле. У меня больше 8 лет опыта в HR, отделе кадров на русском, из них 7 лет не в сфере IT, так что я работала с разными специалистами. Я собеседовала больше 7000 кандидатов и просмотрела больше, чем 300 тысяч резюме. От врачей до техподдержки, от химиков до сварщиков, работали со всеми. Одна из моих специализаций это закон труда и трудоустройства работника и работодателя в Израиле, что вам полагается, что не полагается. У меня есть много информации об этой теме и как найти работу и построить карьеру в Израиле в моем инстаграме. Думаю, Даша ставит ссылку у себя в канале, где-нибудь внизу в описании. Заходите. Окей, ну давай приступим к вопросам. Многие репатрианты, которые переезжают в Израиль, они имеют востребованные профессии в Израиле и часто такие репатрианты даже не знают об этом. Так вот, из этого следует мой первый вопрос. Какие профессии в Израиле востребованы и с какими профессиями репатриант может найти работу в Израиле без знания иврита или с минимальным знанием иврита, скажем, после окончания Ульпана Алифа? Прекрасный вопрос. Смотри, мы должны понимать, что если у человека нет иврита или иврит не в достаточно хорошем уровне, он должен это не знание компенсировать чем-то другим, другими навыками, которые у него являются. Это может быть английский язык на очень хорошем уровне или даже на среднем уровне. Это может быть очень востребованная специальность, в которой нехватка в Израиле. Это может быть какой-то уникальный опыт. Или это просто может быть большой опыт работы в своей сфере, который нужен тут на рынке. То есть мы сначала смотрим, что мы да, имеем, а не на у меня нет иврита, я ничего не знаю. У вас есть много навыков. Вы должны просто понять, каким из них вы можете использоваться. Ну, давай возьмем несколько профессий. Мы про все профессии рассказать не сможем. Давай возьмем несколько примеров. Одна из очень востребованных профессий в Израиле, и многие об этом не знают, это все, что связано с химией. Химики, инженеры-химики. Еще 30 лет тому назад, когда приезжала Алия 90-х годов, их не хватало и до сих пор их не хватает. Израильтяне не любят учить химию или хотя бы работать в этой сфере. Поэтому можно найти работу даже без английского, даже с минимальным ивритом, потому что 70% людей, которые будут работать с вами, будут узкоговорящими. Приехавшие 30 лет назад, 20 лет назад, 2 года назад. Да, вы не будете главным химиком, главным менеджером, но по специальности устроиться вы сможете довольно легко. И изначально зарабатывать неплохую зарплату. Конечно, если у вас есть английский, вы сможете пойти в какую-то большую фармацевтическую компанию, в какую-то глобальную компанию, тогда вообще очень хорошо зарабатывать. Но даже без этого вы сможете найти работу. Я видела, что у тебя на телеграм-канале многих подписчиков интересовала сфера сварщиков. Многие мужчины спрашивали, многие жены интересовались для вас своих мужей. На самом деле, это тоже очень востребованная профессия в Израиле. Не надо ничего подтверждать, надо иметь опыт и образование подходящее. Я даже зашла недавно и посмотрела. На данный момент в одном сайте есть больше 100 открытых вакансий на сварщик. Это очень много. Конечно, лучше, чтобы у вас был ивред хотя бы на базовом уровне. Плюс знать какие-то слова в своей сфере. То есть вы можете закончить тюльпан алиф, выучить список слов, которые вам будут нужны в профессии. И уже начать искать работу. Ее очень много. И она квалифицирована. Да, сварщик это тяжелая работа, но уже работа по профессии. Для тех, у кого есть английский хотя бы на среднем уровне или на высоком, у них открыта тут большая опция всех фирм консальтинга и Big Four. Это Deloitte, EY, KPMG, PWC. Вы были в стране схода адвокатом, аудитом, каким-то специалистом. Не именно консультантом, но вы в Израиле можете найти в этой сфере работу как консультанты клиентов на английском языке. Там очень много русскоязычных работников. Да, вы будете работать на английском, но вы будете работать с клиентами в хорошей компании. Не именно по своей профессии, но уже в квалифицированной работе. Кроме этого, многие выходцы из стран СНГ не считают это профессией, а в Израиле это профессия. Все, что связано с административной работой. В Израиле иногда можно очень хорошо зарабатывать и 20-25 тысяч будущее административным работником. То есть у вас есть опыт, вы даже были, например, адвокатом, вы умеете писать имейлы, коммуницировать. Вы можете податься на такую работу. Да, если у вас нет хорошего вреда, вам придется выруливать ситуацию за счет английского. Но в каждой большой компании есть административный работник, который работает на английском языке. Стоит и эту опцию попробовать. Ну и, конечно же, сфера IT. Я, когда Аня писала, я попросила особо не делать акцент на сфере IT, потому что про IT тоже многие знают. Но все равно, я думаю, что стоит об этом сказать, что и сферу IT. Ну, сферу IT это, конечно, то есть если у вас есть опыт и даже нет опыта, но есть подходящее образование и хороший английский, ваши двери вам там открыты, очень много стартапов, очень много IT-компаний, зарплаты очень хорошие. Даже можно зайти не именно на технологичную позицию, а, например, у вас хороший английский. Вы там работали с имейлами, с администрацией, хорошо коммуницируете с людьми. Идите в техподдержку IT-компаний, там образование не нужно, нужен хороший английский. И уже вы работаете в IT-фирме, техподдержку, зарабатываете там где-то 50 шекелей в час. И оттуда можете валироваться и потом в той же компании на другую позицию, или там потом перейти в другую компанию, но уже какой-то опыт есть. Обратный вопрос. Обладателям каких профессий в Израиле будет, скажем так, наиболее сложно? У них пути к работе по профессии будут наиболее длинны. То есть по каким профессиям в Израиле обязательно знание хорошего иврита, обязательно подтверждение диплома, получение лицензии на работу, прохождение каких-то профессиональных курсов? Угу. Смотри, все, что связано с миром здоровья в Израиле, это надо иметь лицензию, это надо будет проходить экзамены в Израиле и не один экзамен. То есть это все, что связано с врачами, медсестрами, психологами, психиатрами, клиническими какими-то работниками, даже зубными врачами, это все, чтобы работать в этой сфере в Израиле, надо иметь лицензию. Как получается лицензия, вам надо будет подтвердить свои дипломы и, кроме этого, пройти как минимум один экзамен, который будет проверять ваши знания, ваши навыки. То есть не просто экзамен на иврите, экзамен это, кстати, можно сдать и на русском, и на английском, но вы должны будете доказать, что вы на самом деле специалист своего дела. Кроме этого, если у вас недостаточно опыта работы в стране исхода, то есть обычно это где-то 5-7 лет, если у вас, например, 4 года опыта, вам придется еще делать стажировку в Израиле, в какой-то больнице, и это, конечно, будет на иврите, и после этого еще сдавать экзамен. Тут дорога, она длиннее, она сложнее, но не надо сдаваться, это того стоит, у вас будет очень хорошая квалифицированная работа, особенно медработников в Израиле очень не хватает, государство пытается помочь, есть специальные курсы для приехавших врачей, метёст. Не сдавайтесь, да, понимаете, это будет по длине, но все равно все возможно, люди это уже делали до вас. Кроме этого, все, что связано с адвокатурой и аудитами в Израиле, это тоже надо иметь лицензию, вы никогда не сможете быть адвокатом-аудитом в Израиле без лицензии. А тут лицензия уже получается сложнее, потому что лицензия по законодательствам Израиля, то есть если вы адвокат, вы должны понимать законодательство Израиля, то есть вам придется учиться как минимум полгода, экзамен тоже можно сдавать на русском и на английском, но все равно, то есть большинство материала, оно будет на еврите. То же самое аудитом и очень много раз придется делать стажировку от года до двух лет в крупной компании. Тоже, если это ваша профессия, вам это нравится, не сдавайтесь, идите, делайте просто это чуть-чуть дольше, чем тот же химик, о котором мы говорили перед этим. А какие ресурсы для поиска работы ты рекомендуешь и не рекомендуешь? Смотри, ресурсов много, мы должны понимать, что ресурс еще зависит от того, на какую профессию вы подаетесь, то есть врач не будет искать себе работу в Инстаграме, а косметолог не будет искать себе работу в Линкдине. Но давай пройдемся так, обширно, какие ресурсы подходят большинству людей на большинство вакансий? Я начну с того ресурса, который в России и в других странах СНГ вообще не используют, ну или используют, но это не очень принято, это ваши друзья, знакомые и знакомых знакомых. В Израиле есть такая опция, почти в каждой компании, она называется Хавел, Мэви Хавел. Друг приводит друга, работники компании поощряются денежно за то, что они приводят нового сотрудника в компанию. Это могут быть очень большие суммы, от 1000 до 10 тысяч, то есть людям выгодно вас порекомендовать, чтобы вас приняли на работу благодаря им. Понятное дело, вас только по знакомству никто не возьмет, но рекрутер, получивший ваш резюме от человека, который там работает, он уже будет к вам лучше относиться и на ваше резюме обратить внимание намного больше, чем обычно. Обычно они обращают внимание примерно 6 секунд на одно резюме, а так у вас тут 30 секунд, вас уже рассмотрели лучше, шансы ваши увеличились, что вас хотя бы на собеседную позовут и там уже все зависит от вас. Тут я хотела бы, наверное, отметить, что именно друзей, но не родственников, правильно? Не везти, а ты знаешь, есть компании, которые нормально к этому относятся, то есть есть компании, где нельзя приводить родственников, например, в моей компании спокойно можно приводить родственников просто в другие отделы. Еще один ресурс, который не очень знаменит в странах СНГ, так как без VPN вы не можете им пользоваться, это LinkedIn. Почему-то все думают, что LinkedIn это только для профессии IT. Да, для IT профессия это классный ресурс, но не только. Все вакансии, которые вы будете искать на английском языке, а так как вы репатрианты, скорее всего будете смотреть на вакансии на английском, а не на еврейском, они обычно будут и на LinkedIn. Это и финансисты, и дизайнеры, и маркетологи, и отдел кадров, как я, все эти вакансии находятся в LinkedIn. И вы еще можете увидеть, кто их запостил, какой рекрутер ищет этого работника, может быть выйти на прямого менеджера, который ищет, еще добавить письмо, объяснить, почему именно вы. Это очень хороший ресурс, не забывайте про него, даже если вы не в сфере IT. Ты в своем прошлом ролике упомянула сайты поиска работы, All Job, Job Master, Друши. Я добавлю от себя еще очень хороший сайт Glassdoor, он обычно для вакансий на английском языке, там еще будут рассказываться о компании, иногда могут рассказать, что спрашивать на собеседовании, так что пользуйтесь. Но такой тип от меня, вы нашли работу на сайте поиска работы, там написано, в какую она компанию, иногда не написано. А если написано, не посылайте через сайт поиска работы, зайдите на сам сайт компании, в раздел карьеру и пошлите через них. Почему? Очень много раз, когда все посылают через вакансию, приходит очень много резюме на вакансию. Через сайт иногда это приходит вообще в другой имейл, то есть у вас конкуренция меньше и ваше резюме может просматривать чуть-чуть дольше. То есть вас просматривать не с еще 300 людьми, а с еще 10, и у вас уже шансы увеличились. Иногда это все попадает в одно и то же, но иногда нет, попробовать всегда стоит. И через сайт иногда даже можно написать тоже сопроводительное письмо, объяснить, почему именно ты заинтересовать человека, посмотреть ваше резюме. Ну, давай я закончу соцсетями, которые мы все очень любим. Поэтому в фейсбук, закрытые группы в ватсапе, в телеграме, в инстаграме, есть разные закрытые группы по поиску работы по профессиям. То есть, например, я врач, есть группа поиска работы врачей на фейсбуке. Но, пожалуйста, не захотите на группы, где все написано на русском, а ищите именно группы либо на иврите, либо на английском. Потому что на русских группах очень часто сидят такие работодатели, которые хотят, ну, знаете, заплатить чуть-чуть поменьше репатрианту, потому что они понимают, что репатриант будет искать на русском, а человек, который находится в Израиле, уже понимает все законы, он будет искать на иврите. Так что возьмите, выпишите, как называется ваша профессия на иврите и ищите работу там. Вот я знаю, что в Израиле существуют разные виды кадровых агентств. Я бы хотела, чтобы ты с профессиональной точки зрения рассказала зрителям, какая разница между этими кадровыми агентствами и каким из них стоит обращаться, а каких из них стоит избегать. Давай я от себя скажу, да, не в обиду никакому кадровому одержанству, изначально не стоит туда обращаться. То есть, как первую опцию мы их не рассматриваем. Я сейчас объясню, почему. Первая опция, вот мы вам рассказали, где можно найти работу, попробуйте найти ее сами. Не получилось, тогда можно обращаться, но не как ваша первая опция. Почему? Кадровые агентства в Израиле, у них есть две шапки, два сервиса, которые они предоставляют работодателю. Первый сервис, они помогают работодателю найти работников к нему, компанию. То есть, они работают на фирму, они просто ищут работников, как HR, рекрутер. То есть, в той компании, например, у HR нет времени, их не хватает, они не смогли найти работника. И агентство помогает найти такого работника. Они свои вакансии вот эти будут возмещать во всех на этих сайтах, про которые мы проговорили. То есть, эту работу вы все равно увидите и все равно можете туда податься. То есть, не надо туда специально идти, потому что вы их по факту не волнуете. Их волнует найти подходящего кандидата. Будете вы подходящим кандидатом, да. Вы просто не подходите, ну, они с вами не будут возиться и как бы смысла идти туда нет. Второй их сервис, который они дают работодателям, фирмам, это они являются поставщиком, работником. Они посредник между фирмой и работником. То есть, вы работаете на них, вы работаете в Майкрософте, в Кока-Коле, но ваш работодатель не Майкрософт и не Кока-Кола, а Мэн Пауэр или Матрикс. И это не идеальная форма устройства, потому что они обычно получают какую-то сумму от работодателя, вам они ее всю не платят. То есть, они вам платят какую-то часть этой суммы. Вы работаете в одном месте, но когда вам нужен отпуск, вы должны обращаться в другое место. По законам труда между вами и той фирмой, в которой вы по факту работаете, нет условий работника и работодателя. Они не ваши работодатели. То есть, даже если они вами довольны, поднять зарплату они вам не могут. Поэтому это не самая лучшая опция, но, к сожалению, я сейчас огорчу, многие фирмы в Израиле, да, пользуются такой услугой хотя бы на половину своих работников. То есть, может быть, два работника на одной и той же вакансии, один работает на фирме напрямую, а один через посредину. И это не просто какие-то неквалифицированные фирмы, а тот же Microsoft и та же Coca-Cola в Израиле, у них половина работников, финансистов, HR, маркетологов, они работают через такие агентства. То есть, иногда, да, вы хотите попасть в такую компанию, начинаете через агентство, через год-два переходите на прямую работу. Я бы это рассматривала просто как вторая опция. То есть, вам предложили только это, окей, у вас есть еще три предложения, ну, сами решайте, куда и как вы идете. То есть, есть какой-то максимальный срок, который человек может работать именно на кадровое агентство? По закону это девять месяцев, но они делают всякие, ну, я назову это махинациями, но они это делают законно, и это может быть даже очень много лет. Вам надо идти в ту фирму, которую вы знаете, что после какого-то срока она все-таки, да, берет к себе напрямую устройство работников. То есть, с этим никак нельзя бороться, если... К сожалению, нет. То есть, если вы хотите именно в эту фирму, вот тот же Microsoft, к которому я прицепилась, но они сначала берут работников через Manpower. Через год, если вы хороший работник, они обычно вам предложат перейти. Аня, расскажи, пожалуйста, как вообще должно выглядеть резюме, и есть ли какие-то национальные особенности составления резюме в Израиле? Это смешно, но они есть, и они очень отличаются. Я работаю с отделами кадров во всем мире, и у нас резюме супер отличаются, так как мы такой народ, у нас культура другая. Я называю это культура чик-чак. Тут все идет очень быстро, очень динамично. Рекрутер, человек, который в отделе кадров просматривает ваше резюме, смотрит ваше резюме очень быстро, примерно 6 секунд. Если резюме в Европе, в странах СНГ, в Америке, оно 2 листа, в Израиле оно должно быть максимум 1 лист, только топ-менеджеры имеют право на 2 листа, а все остальные, пожалуйста, мы сокращаем резюме на 1 лист. Кроме этого, мы не рассказываем рассказы. Я очень много раз встречаю репатриантов, резюме, рассказ всей вашей жизни, всего вашего опыта работы. Это прекрасно, вы это расскажете на собеседовании. Резюме ваша визитная карточка, то есть вы показываете хайлайты, самые важные вещи для именно этой позиции, на которую вы претендуете. То есть то, что написано в описании позиции, должно быть у вас в резюме и должно сразу быть видно и читаться, потому что мало времени, которое уделяет внимание вашему резюме, и человек сразу должен увидеть, а, да, есть раз, два, три, четыре, ему стоит перезвонить. Нету, до свидания, это резюме просто выкидывается в мусорку дигитальную и как бы к нему никто не возвращается. А на каком языке лучше всего составлять резюме? Вот, к примеру, да, если человек говорит на иврите, тут все понятно, резюме будет на иврите, либо на английском. Но вот если человек плохо знает иврит, на каком языке ему все-таки стоит попробовать на иврите, попросить друзей и знакомых составить ему резюме, перевести или все-таки на русском языке или на английском? Ну, на русском, конечно, нет. Мы в Израиле, русский мы вычеркиваем, резюме на русском мы никому не ссылаем. У нас две опции, либо английский, либо иврит. Тут это зависит от вакансии. То есть если вакансия написана на английском, мы подаем туда резюме на английском. Если вакансия написана на иврите, лучше подать на иврите, можно подать на английском, это не ужасно, но лучше попробовать подать резюме на иврите. Надо понимать, что мы не подаемся на вакансии, которая написана на иврите, написано, что нужен иврит на уровне родного языка, если у нас его нет. Если это не написано, мы подаем резюме, да, мы можем написать в разделе знаний языка, на каком уровне наш иврит, и человек сразу увидит это. И если он посчитает, что это не мешает, он вам перезвонит. Аня, скажи, пожалуйста, вот предположим, у репатрианта нет профессии. Либо есть профессия, но которая, чтобы найти работу по этой профессии, в Израиле придется пройти долгий путь. Ему нужно где-то работать первые несколько лет. Но он не хочет идти на популярные в Израиле работы для репатриантов. То есть это уборка, это завод, это уход за престарелыми и так далее и тому подобное. Какая у него есть альтернатива? Окей. Если он не хочет туда идти, он не должен туда идти. Альтернатив очень много. Потому что вы не только ваша профессия, вы навыки и знания, которые вы получили за всю свою жизнь. Например, адвокат, он не только адвокат, он умеет коммуницировать с клиентами, он обычно знает хорошо английский язык, он умеет хорошо излагать свои мысли и вообще писать. Он хорошо разбирается в программах, в имейлах. И он может взять все эти навыки и применить их на другую профессию. Например, на административную профессию. То есть вы берете ручку, бумажку, прописываете все, что вы умеете делать, что может пригодиться для другой работы. Открываете сайт и смотрите на какие другие вакансии вы можете подаваться. И не обязательно всем идти мыть полы или идти войти. Есть очень много сфер, которые находятся между этими двумя концами. Не надо всем бежать и убирать полы. Существует ли какая-то дискриминация при приеме на работе? Например, дискриминация по полу, по возрасту, по национальности и так далее и тому подобное. Угу. Смотрите, я начну свой ответ с того, что в Израиле все это незаконно. И за это можно судиться в специальном суде до прави труда. То есть не ваш работодатель, не ваш потенциальный работодатель не имеет права даже вас на собеседование спрашивать, сколько вам лет, сколько у вас детей, замужем вы или не замужем, какая у вас религия и так далее. Там есть список из 11-12 параграфов, в которые они не имеют права вообще прикасаться. То есть что мы делаем? Мы сами это не поднимаем, потому что нас не имеют права это спрашивать. Да, кто-то может спросить, это незаконно. То есть мы не пишем в резюме свой возраст, мы не пишем, сколько у нас детей в резюме, это никого не волнует, это прекрасно, что у вас есть дети, к вашей работе это не имеет никакого отношения, мы это не пишем. Если мы это не показываем, это не должно никак влиять на вашу трудоустройство в Израиле. Есть такой слух, что русскоязычных не очень долюбливают в Израиле, почему-то есть такой слух. Это неправдивый слух. За 30 лет всех репатриантов они себя показали как очень хорошие работники. Во всех больших фирмах на очень высоких позициях есть русскоговорящие люди. В моей фирме, очень хорошая фирма, треть работников русскоязычные. То есть работодатель наоборот иногда даже предпочитает русскоязычного работника, потому что он считает, что у него больше мотивации, он больше трудолюбивый, чем другой работник. Так что вот с этого плана вас никто не будет дискриминировать. В плане возраста, смотрите, есть сфера, что да, там предпочитают более молодых людей, но тенденция мира труда идет туда, что молодые меняют очень много работ. И очень многие работодатели, им это надоело, и они предпочитают брать изначально людей за 40, за 50, которые придут на ихнюю работу и не будут сейчас 33 раза менять место. То же самое на позиции руководящие. 20-летнего ребенка могут взять, но не факт, предпочтут человека с опытом более постарше. Ну и вообще в целом я бы хотела про возраст сказать. Очень многие переживают. Вот в странах СНГ, скажем, 50 лет, это уже бабушка или дедушка. В Израиле это еще молодой человек, который может вообще свою карьеру начать. Вообще и совершенно. А если у него востребованная профессия, то вам все двери будут открыты, и даже многие работодатели будут предпочитать вас, потому что вы трудоустойчивее, чем какой-то молодой кандидат, которому 20 лет еще себя не нашел. Существует такой стереотип, что вся хорошая работа в Израиле, она находится именно в центре страны. Насколько этот стереотип имеет место, насколько это правда и для каких профессий это действительно справедливо? Давай начнем с того, что с того момента в 2019 году, как мы все столкнулись с ковидом, мир труда изменился глобально. Очень многие места работы уже не работают только в офисе. Многие работодатели дают своим работникам возможность работать удаленно хотя бы часть. Вот ты работаешь один день удаленно, я работаю три дня в неделю удаленно, кто-то работает пять дней, кто-то два дня. Да, есть фирмы, в которые вы должны приезжать каждый день, но очень многие работодатели разрешают приезжать только часть недели. И если такое произошло, то вы можете спокойно работать в центре, приезжать туда несколько раз в неделю, а жить в другом месте. Смотри, в центре больше хорошей работы, в центре и в Шароне, то есть Эрцелиак, Фарцаба, вот весь этот спектр, там больше работы, но не только там. То есть в той же Хайфе, Йокнам, около Бершева, Ашкелона есть работа квалифицированная, ее просто меньше, и там конкуренция будет больше, то есть потому что мест меньше населения есть, конкуренция выше. Иногда работодатель этим пользуется и платит чуть-чуть меньше. То есть мы все видели, что зарплаты в центре и в Шароне, они выше, чем на севере и чем на юге Израиля. Израиль – страна маленькая, вы спокойно можете жить в Хайфе и ездить на поезде на работу в Тель-Авиве, особенно если вам не надо ездить туда каждый день. То есть я бы себя не приковывала бы жить в Тель-Авиве, потому что моя работа в Тель-Авиве, я работаю с 13 лет, мне уже 30, большинство моих работ были в Тель-Авиве, я никогда не жила в Тель-Авиве. Туда очень легко добраться, все нормально. Может вы и найдете работу около вашего дома, у каждого свои предпочтения. Кто-то готов получать на тысячу-две тысячи меньше, но работать около дома. Кому-то нет проблем ездить с Хайфа в Тель-Авив час с половиной. Ваше решение, у вас есть все опции, но не бойтесь переехать куда-то, только из-за того, что у вас не будет работы. Вы всегда можете использоваться общественным транспортом или машиной. Ну и последний вопрос, такой общий вопрос. Сейчас многие репатрианты очень боятся того, что из-за большого наплыва людей не будет работы. Ну, во-первых, наплыв не такой большой, да, вспомните 90-е. Но если серьезно, у нас нехватка работников в Израиле после 2019 года, она очень большая. Есть больше 100 тысяч открытых вакансий, из них половина квалифицированная работа, а приехали только 10 тысяч. Из них даже 20 тысяч вакансий в самом АйТеке. То есть работа не закончится, просто надо уметь себя презентовать, продать в кавычках и показать, что вы хорошие эксперты, вас должны взять на работу, потому что работа есть. То есть не нужно волновать. Не бойтесь, надо просто себя показать. То есть работа может и быть, а вы себя не проявили, вас не возьмут, а работа есть. Ну все, Аня, спасибо большое за такое развернутое интервью. Я думаю, что та информация, которую ты дала, поможет очень многим людям. Если вам помогла эта информация, то, пожалуйста, ставьте лайк этому видео, ставьте лайк Ане. И всем огромное спасибо за просмотр. Кстати, подписывайтесь на Инстаграм Ане, там очень много полезной информации. Все, всем пока. Пока.